подставку вазу бубликами яйцами куркана в эфире так всем привет был на сярости масс приятень так вижу народ подключается значит связь есть так несмотря на то что не предупреждали о сегодняшнем лайве вижу страна ботствует пишет мальчик или девочка постарелка это такое освещение тут вовсе от сама заходишь у входа стоишь молодой как заходишь вовнутрь сразу превращаешься в старом одну секунду посмотрю на другом телефоне я просто вышел лайв с телефона звук нормально там кто-то включил а? хороший да? я нахожусь в бельском офисе нашей партии тут есть некоторые из наших коллег из бывшего муниципального совета из будущего вот сейчас с вами подытожим как прошел сегодня день так это значит для тех кто прямом для тех кто не видел наш офис я имею ввиду те кто не живут в бельсах его знают практически все многие бельщане здесь побывали вот покажу вам как у нас проходит сейчас работа подготовка к выборам видите здесь карта города где он где мы отмечаем улиц и микрорайоны за которые сегодня отвечают наши активисты и за которые будут отвечать советники в будущем муниципальном совете здесь наша литература видите это приехали газеты для бельц которые уже в бельцах начали раздавать в отличие от розовых мы указываем реальный тираж мы ничего не прячем в отличие от прозрачных кавычках социалистов видите тираж указали 50 тысяч экземпляров на китайском фонда электорал вот но нашу газету еще показывать не буду кому интересно почитает хотя надо опубликовать его в электронной версии завтра на на этот народе нам для так вот видите тут одни счастливые лица григоришин тучак калмыков николай корнеез игорь басисты короче все наши видите да видите народ работает еще в это время вот так ребят ну конечно поговорить нужно о многом потому что сегодня пока мы тут бельцах занимались работой значит партия социалистов просто устроила сумасшедший дом вы знаете я во вчерашнем лайве говорил о том что они самая лживая самая подлая парт организации в стране чистые пропагандисты многие из которых к сожалению являются дебилами поэтому а чего вам так смешно лично тут траур надо в стране бюля коллеги улыбаются за барной стойкой и так как территория в кондрице большая значит я уверен что там вообще-то с кондрица до дон съедет через год поэтому там беспорядки устраивать не надо но нужно какой-то построить им корпус для сумасшедших начиная главным главным негодяем цирди не могу по другому его называть заканчивая тем что я вижу под него уже косят наш бельский вернее их бельский кандидат значит Нестеровский значит я специально отметил сейчас мы я хочу чтобы вы увидели что слово дебилы оно не просто аргументировано после него можно ставить три восклицательных знака потому что один не хватит так значит пожалуйста смотрите публикации этих подонков за сегодняшний день так румынская крыса прошмыгнула по красной площади новый обман усатого и пишут тут всякие байки цирди усатому пока неизвестно в чем багажнике ты пересек границу но обещаю что выяснил дурак иди к доктору смотрите НТВ Молдова усатый приехал в Москву в багажнике и в паранже так так это то же самое на комсомолке комсомолку они купили значит усатый обманом въехал в Россию и засветился на красной площади значит ну блокнот помойка понятно вот тут значит секретно поезд секретная поездка началась усатого в Москву дикий страх перед арестом я извиняюсь просто сейчас поздно я очень надеюсь что спит моя мама и люди его поколения цирди ты понимаешь что ты даже не дебил ты просто сказочный долбоеб у меня просто я не могу по другому назвать такого человека и плюс вообще надо так вот и главный клиент Костюжанский на вечер смотрите сайт розовых болтян его срочная новость Несеровский вызвал Рината Усатова на публичные дебаты вы понимаете что происходит он меня срочно вызвал на публичные дебаты значит вот такие афиши Несеровский значит разместил расклеивает по бельцам их активисты пожалуйста смотрите бельцы должны знать правду в воскресенье 13 октября 13 00 не подождите значит для того что вы понимали я понимаю что они могут комментировать рассказывать про то что как усатый там облизывал губы так в Москве был там минус один или минус два и на самом деле ну как-то резкая перемена климата повлияла ну сейчас подождите я вообще в жизни такой какой есть и значит и ничего никогда ни от кого не скрываю так где же это чудо-юдо чудо-юдо розовый кит сейчас секунду ну-ка посмотрите пожалуйста это видео смотрите просто больных людей надо показывать чтобы их все знали ну мало ли встретите на улице чтобы обходили поэтому вот буду обращаемся к тебе на полосы а я еще стоп 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 да да ты что сейчас подождите малыша сначала обращаемся к тебе на полосы так камеру переверну так ну-ка посмотрите на это так да ты что так да ты что так да ты что так присутствие всех бельчан присутствие всех каналов и сайт это мне все воскрывать правда без охранников и без лишнего пафоса я жду тебя здесь мне есть что сказать людям ты нас а тебе нет какая музыка короче для тех кто не понял значит этот наш Иванушка значит ходит по городу проводит какие-то встречи с избирателями людей приходит немного да у них была одна закрытая в зале в театре я в отличие от тебя Несеровский твоей поношенной партии значит говорю правду значит где под Зинейду Петровну Гречану привезли полный зал пускали членов партии там же у них строго задавать вопросы можно только определенным лицам значит заходить тоже только по партийным билетам они заходили да да и это самое и сидели там что-то шушукались рассказывали там про озера Гречанок но шуть не в этом значит короче людей не приходит и социалисты так как они реально партия мошенников сидят думают как бы собрать людей вы же видели новости социалистов к усатому больше нет доверия он выступал при пустующих при пустых трибунах на стадионе хотя вся правая сторона была заполнена плюс сидели люди напротив огромное спасибо вам бельчане за эту встречу на встрече было более трех тысяч человек значит эти потерпевшие не могут собрать людей да дом вчера ездил приезжал на 3-4 мероприятия значит Нестеровский ходит там приходит по несколько десятков человек и этот Алеша значит делает афишу с моим изображением где он со мной приглашает Нестеровский ты показывай свой этот Николай Николаевич подсказывает и это ужасные вещи значит ты свою фотографию с укладочка выкладывает ставь там Зинета Петровна с тобой на Биларе Мою фотографию нельзя использовать для того, чтобы приглашать людей на выборы. Я понимаю, что вы партия мошенников, но, ребят, вы не имеете права использовать фотографии других. Вы можете всех своих розовых выставлять и каждый день менять. Мою фотографию вы не имели права. Плюс опять обманули. Написали тираж 500 человек, сейчас ходят по всем бельцам. Нестеровский, не надо за счет меня приглашать людей к себе навстречу. Хотя, когда он там в воскресенье, брейкинг-ньюс у них, он вызывает меня на дебаты. Ты кто такой, товарищ Нестеровский? У тебя есть отец политический, Игорь Дадон, политическая мама Зинаида Петровна. Значит, я вообще, зачем? Это то же самое, знаешь, вот как бы я учитель труда, а ты как бы бездельник, который кроме того, что там вышиваешь, как бы особо ничего на уроках труда не делаешь, да? И я начинаю с тобой ругаться, ну вот как со школьником. Это неправильно было бы с моей стороны. Мне нужен твой политический папа. И на дебатах я могу говорить с Дадоном. Я думал, как бы, что, ну, должен кто-то же с тобой говорить, поэтому к тебе сейчас все. Значит, ну, кто-то из наших коллег были с тобой на дебатах, и не раз. Мне зачем с тобой, говорит, мне зачем с тобой куда-то ходить? Мне о чем говорить? Во-первых, на дебаты позову тебя я, и я тебе должен говорить, когда и куда и во сколько приходить. И то, что ты косишь постоянно по Зеленскому, как я могу с вами приходить и о чем-то говорить? Вы с твоим дураком Цирдий пишите о том, что Ренат Усатый наркоманик. Вы пишете бред про уголовные дела. Вы сочиняете про то, что вы, оказывается, вернули Бельчанам фонтан. Что они там еще наговорили? Победили мусорную мафию. Да, мусорную мафию вы победили. Вы просто мошенники. Вы понимаете, это то же самое, что мне сейчас прийти в наркоманский притон какой-то и сесть, с ними как-то о чем-то говорить. Тем более, что и ты, и твой политический папа Дадон, и Цирдия. Вы знаете мое отношение к наркоманам, к наркомафии. И я эту поднял тему еще, пока вы там с Плохотнюком темкались, еще в Молдавии там полтора-два года назад. Об этом я писал в программе в 2014 году и так далее. Короче, значит, я приглашаю твоего Дадона, которому у меня есть вопросы, на которые он должен ответить. И пусть Дадон не прячется там, не убегает, как оно это делает, когда меня видят на каких-то премахах и так далее. А ты, Сашенька, тренируйся. Но самое страшное, что ты вел какую-то компанию первой недели. Все, пока тебя не взяли в плен в Кишневском офисе, они с тобой просто из тебя делают клоун. Ну, что ты ведешься на все эти постановочные ролики и так далее, Саш. Ты молодой парень, наверное, имел бы какое-то политическое будущее там чуть позже. Значит, ты просто себя хоронишь. Ты косишь по Зеленскому. Зеленский Владимир, это национальный лидер, который, он был национальным героем и лидером до президентских выборов. И он сегодня продолжает таким быть, будучи президентом Украины, понимаешь? Он национальный лидер, а твой этот, ну, давай, чтобы не говорить, потому что вижу несколько родственников из пенсионеров подключились в онлайн. И не буду сейчас говорить, кем является твой. Но к твоему у меня есть вопросы. С бельчанами я встречаюсь. Значит, буду встречаться каждый день. Я в Бельцах. Сегодня был, встречался с работниками ЖКХ. Обсуждали все эти твои эротические фантазии, которые ты обещаешь жителям города. Провел встречу с жителями новых бельцев. И отвечал им на все вопросы, пока не стемнело. И так будет каждый день в Бельцах, во всех микрорайонах и так далее. Значит, поэтому немножко сбавьте обороты. Значит, купите себе губозакатку. Одно привез из ГУМа для ЦРДИ. Но у вас-то рупор общий, поэтому РТ одинаковый. Я думаю, одной будет достаточно на вас всех. Касамо этого бреда, который распространяет СМИ социалистов. Усатый потратил 40 часов ради 15-минутного видео на Красной площади. Во-первых, видео всего несколько минут. Это было так, по приколу, на всякий случай. Я не буду сейчас всего рассказывать, потому что... Ну, все, вы видели. Просто законченные люди, с ними говорить не о чем. Но могу сказать, что почти сутки, которые там находился, я очень плодотворно и правильно потратил. Я не поехал за поддержкой, как они пишут. Это вы, партия розовых, красных, голубых, значит, без фотосессий прожить не можете. Ни на одних выборах вы не выживете без фотосессий. Мы родились в бою. Мы боремся с 2014 года. У нас не было тепличных условий. Нас никто не орошал так, как орошали вас. И вы вообще делаете все, что вы хотите. Но вот то, что... Но вот то, что вы себе позволяете, вы перешли все границы. Вы начали сегодня оскорблять. Я все это прочитал. Нашел на это время. Пять минут. Значит, посмотрел все ваши заголовки. И я вам скажу, что медиахолдинг Плохотнюка вы не просто скопировали. Вы еще продолжаете его творчество в самом худшем виде. То, что сегодня молчат ваши партнеры по коалиции, Майя Санду, Андрия Настаса, это их право. Наверное, их устраивает тот беспредел, что вы творите политически. Как вы дурите всех касаемо отчетов ЦИКи. Как вы сегодня кормите людей по стране. Какие рассылки вы делаете в этих... в соцсетях. Сейчас вам, кстати, покажу. Так. Я вот сейчас увидел буквально. Значит, люди. Рассылка в Одноклассниках. Так. Где же она сейчас? Буквально секунду, потому что это, чтобы вы понимали, получает сотни тысяч людей, которые подключены к Одноклассникам. Теперь я даже понял, почему Одноклассники отказали в официальной рекламе. Потому что Дудон за полтора миллиона долларов выкупил абсолютно все. Ну, в цифру полтора миллиона входят и Одноклассники, я имею в виду. Так. Пожалуйста. Вот смотрите, какую рассылку. Значит, так. Сейчас переключу. Так. Это вот в Одноклассниках всем отправляют сообщения. Видите? Розовые, как я вам делаю рекламу. Видели? Усатый болтун. Наш в Москву пробрался на 15 минут селфи на Красной площади делать. А что же ты не сказал, что ехал через Румынию, Литву, а потом через Белоруссию, где нет проверки на границе с Россией, испугался напрямую поли... Так. Сори, сбили. Знаешь, что задержали бы в России, посадили тебя в России, как посадили твоего подельника Захарчика. А у нас опять бардак будет. Я не тупица, за него точно голосовать не буду. И вот тут отвечают, ну, цитировать не буду. Значит, и вот смотрите, такие сообщения. Значит, пожалуйста. Уважаемые, помните, как наш хрен усатый перед своими выборами обещал бороться с коррупцией? Как говорил, что не станет раздавать хлебные должности? И что в итоге? На-на-на-на-на-на-на. Ну, правда, ответы, как бы, бельчане. Вот, запомни, Местеровский, партия социалистов, пропагандистов. Вот то, что вот пишут бельчане в комментариях, значит, вот это вы увидите 20-го вечером после того, как закроются избирательные участки. И вообще, у меня, кстати, я хотел предложить им видео для ролика. Сейчас, если оно есть, в этом телефоне. Я очень надеюсь, что есть. Так, видео. Было на одно мероприятие. Записал для них. Так. Секундочку. Как раз под клип, вот эта песня подходит и не Серовскому, и Сицилисову. Так, почему не работает? Альбомы. Альбомы. Так, видео. Один из кайфов. Нет, это вводит. Вот где-то. Вот это будем петь вам 20-го октября вечера. Поехали все вместе. Ладно, я им тонально задал для ролика, они уже знают, что себе делать. Так. Рената Кындовецу реакция лоштирья куховозу речет. Отвезут калитателем украли лор. Дупакуман фостинформат. Компания, которая окштигат ли читатели, шипла урепарат. Ей требуется репаритет полноурма. Ей науфинисат лукрерли псау грабитца скотта гарду. Дармаду киваколу, шиваси гурьёк клумба чекарова рамас историка. Межлук хавозла поколу, так треба с рамой шаши карьё проектат. Шашал карьё локонструид, так осфи в репроблемы. Ну вов, а сейчас грешка гад, а сынки лок, что это осфи. Окей. Окей. Ребят, значит, завтра у нас новые встречи, завтра у нас новые б***ди, о всех этих делайте сами выводы, о всех этих пропагандистах, мошенниках и негодях. Потому что то, что они исполнили, особенно касаемо Москвы, значит, я же говорил во вчерашнем лайве о том, что заплатили два с половиной миллиона долларов. Полтора за свое продвижение, миллион, вот эти яриксы, шмяриксы и прочие там сайтики, которые пишут там всякий бред про меня. Значит, я вчера говорил о том, что Додон просит ползать уголовные дела. Пока у Игорька повторяю, ничего не получилось. Значит, если вас интересует реально, как я туда поехал, они же пишут там, поел, летел Бухарец к румынским кураторам. Они просто идиоты. Я объясняю вам, почему. Значит, в воскресенье у меня была встреча в Кантемире и в Кагуле, находясь на встрече в Кагуле, мне позвонил один очень известный бизнесмен, причем его фамилия уверена, что неплохо известна даже в Молдавии. И как бы сказал, что встреча, которую я просил, может состояться рано утром. Как он сказал, можем встретиться завтра рано утром, потому что потом я улетаю в Америку, потом буду там неделю вернусь в Германию и так далее. Значит, что я делаю? Уезжаю с Кагула, значит, срочно значит, начинаю искать варианты, как добраться туда, смотрю, что был самолет в 5 часов прямой на Минск, как бы на него я, как бы, ну, никак не попал, в ночных ничего не было и так далее. Значит, начинаю искать друзей, у которых есть самолеты, компании, которые арендуют самолеты. Значит, они мне перезвонят и говорят, послушайте, мы не можем сесть в, мы не можем сесть в Минске, потому что в Минске очень долго оформлять разрешительные документы, то, что касается там частных бортов и так далее. Я начинаю смотреть города по кругу. Значит, Бельце, кстати, является по-братиму города Далговпилс, значит, начал искать вице-мара Риги, думал, как-то решим вопрос Рига. Плюс, посмотрели по карте до Минска 170-180 километров. Значит, почему вылетел из Румынии? Для понятных людей, еще раз это я говорю для хороших людей, для нормальных, не для тех дебилов, чьи заголовки я сегодня вам показывал. Значит, внутри Евросоюза разрешение на вылет, на взлет, на посадку оформляется очень быстро. Значит, я смотрю по Уэзу, по навигатору. Ближайший, значит, аэропорт, значит, это показывает город Яса международный. Значит, я, чик, с расстояния, особенно между Бельцами и Ясами, всем известно. Значит, я выезжаю в Ясы, значит, где мы опоздали, еще минут на 20-30 срочно вылетели, в Вильнюсе, значит, при посадке нас встретили, и мы поехали сразу в Минск, где в течение двух часов я решил все свои вопросы, и, значит, мы решили вылетать обратно. Значит, что вы думаете? Значит, там туман, значит, в аэропорту Вильнюса. Значит, я говорю, когда-то, ну, не так много лет назад я часто ездил на машине из Минска в Москву, значит, дорога одна из самых хороших, Минское шоссе, по Беларуси дороги вообще в порядке, ну, думаю, возьму, ну, то есть, практиковался, и знают, что я люблю автомобили, люблю скорость, я говорю, может быть, в Москву съездить, можно как-то организовать, без проблем. Я поехал в Москву, я очень скучал по собакам, я очень скучал по некоторым людям, близким, которые мне там находятся. Я находился там, ну, чуть меньше суток, где пошел в ГУМ, встретил там очень много наших соотечественников, кстати, на Красной площади вокруг. Кое-что купил, и когда вышел на Красную площадь, вспомнил про этого Иванушку-дурачка, Цирдю, ну, думал, дай по приколу, они из этого развернули целую операцию, вот, усатый приехал, он смотрел по сторонам, он постоянно облизывался. Ну, хорошо, я когда на морозе, я облизываюсь. Если у Богдана и у его партии там практикуется, что когда на морозе сохнут губы, они берут в рот что-то другое, то это, как бы, они на это имеют полное право. Просто я, как любой нормальный человек на морозе, иногда, когда высыхают губы, не было у меня. Да, не пользуюсь я там, знаете, есть там всякие крематы, эти помады, вообще напоминают социалистов, ей пользоваться нельзя. И вы смотрите, что они из этого развернули. Я знаю, что сейчас все видео, так как им заплатили деньги, смотрят и начальники всей этой черной пиар-компании, компании Михайловы партнеры. Один из акционеров, Сергей Михайлов, значит, когда-то руководил начальником, был руководителем одной из начальников департамента ВРЖД. Сергей, ну неужели за деньги Дадона, мы знакомы лет 12-13, ну неужели за деньги Дадона, пусть он даже у нас там, полупрезидент, ездит к начальнику постоянно в Москву и так далее, ну как можно такие мерзости писать? Я же знаю твоих людей, мне рассказали, мне 2-3 звонка, и мне сказали, кто заказывает всю эту чернуху, искали Михайлов партнеры, искали, сколько Игорь заплатил и так далее. Ну, Сергей, я считаю, что то, что делаете вы, понятно, это ваш хлеб, пиар, бомбить, гасить, продвигать, так можно было ограничиться тем, чтобы продвигать нашего этого розового пингвина, но я никогда не думал, что ты упадешь до того, что такие вещи начнешь делать против меня. Видел, да, тебя на некоторых фотографиях с Дадона в Москве, ну, понятно, там все эти президенты через себя проходят, вы их там кому-то делаете макияж, кому-то укладку, интервью готовите, должность уже у тебя сегодня другая, но не ожидал я такой мерзости, на самом деле. Ну, бокс ему судя, я продолжаю работу в Бельсах, мы продолжаем работу с нашей командой по всей стране, завтра у нас несколько предприятий, вечером мы на 30-ке, бельчане понимают, о чем я говорю, и все у нас получится, но самое главное, а, забыл самое главное, что у них паника-то, у Розы в голове, значит, вчера ночью, ну, патриотически настроенные члены партии социалистов, короче, дали опрос, который они заказали, провели по Бельцам, что вы думаете, как они могут себя вести по-другому, когда опрос, который заказала партия социалистов, показывает, что на выходе, при сегодняшнем раскладе, значит, в первом туре, я набираю, как кандидат, 65 процентов, Нестеровский имеет в районе 10-12, столько же имеет Борис Маркович, это кандидат блока АКУМ, ну, и дальше там никого не видно, то есть, естественно, они видят, 65 процентов в первом туре набирая, значит, порядка 60 процентов набирает, мы набираем, как партия, в муниципальный совет, и, естественно, что сейчас это скотина, извините, я просто все-таки в соцсетях буду прямолинейных, он пишет про то, что есть информация, что усатого вытаскивали из какого-то багажника на рублевке, паранже и так далее, Богдан, я думал, что ты вырос реально, ну, как все дети, как бы пил молоко, но я так понимаю, что ты маленько, как подросся, начал находить в своих двух ногах, то ты пошел к каким-то взрослым дядям во двор и просто перепутал, видно, этот кран откуда-то что-то выливалось, потому что человек, который в детстве пил молоко, такой бред писать не может, я думаю, что все-таки какую-то шляпу ты у какого-то дяди нашел, но это твоя трагедия и нельзя смеяться над трагедиями людей, которые еще пытаются быть публично, в Бельсих тебя тут где-то поселили, пишешь нашим активистам, мне написал один из наших активистов, скрин переписки цирдия, что в следующий раз усатого повезут принудительно в Москву, я уже поеду принудительно с мешком на картошке на голове, как задержанный и так далее, цирдия, ты немного ли на себя берешь? И вообще я обращаюсь ко всем бельчанам, где видите цирдию, может быть реально давай попросим завтра наших, давай будем раздавать эти соски в Бельсах, и где видят цирдию, раз засунули соску в рот, и как бы и цирдии хорошо, и в аптеках продажи сосок вырастут, ну просто с этим надо что-то делать, я обращаюсь к министру здравоохранения, пожалуйста, пригласите, не пригласите, а требуйте для того, чтобы прошел медкомиссию в Костюженах цирдия, Нестеровский в Бельсах, Саш, будь таким, каким ты был раньше, не слушай, как тебя учат эти дебилы, они хотят реально тебя потерять, хотят тебя сделать клоунами, потом потерять, запомни мои слова, ты это прекрасно знаешь, ладно, дорогие мои, всем хорошего вечера, каждый вечер мы будем выходить в 8, давайте, чтобы точно быть, чтобы успевать, в 20-30 каждый день мы будем с вами говорить онлайн, и решать с вами, как мы будем жить дальше, а с этими надо что-то делать, я реально даже не знаю уже, что поможет, они обещают в Бельсах создать рабочие места, тут приходил один бельчанин и говорит, послушайте, я знаю, каким создать рабочие места, просто надо сжечь их офисы, и мы пойдем их строить, и вот для бельчан появится, не, вы что, нельзя такие вещи ни в коем случае делать, и Григоришин отговаривал, то есть отговаривал как мог, даже удивительно на Григоришина не похожа такая доброта по отношению к социалистам, хотя, да, они вчера ходили с Нестеровским на дебаты, а тот, они же ходят там на специальные курсы, ну как дурить, как смотреть, как там кивать головой и так далее, тут просто орет, вы обратите внимание, они все одинаково разговаривают, ладно, хотел еще что-то сказать, но не буду, все-таки, боюсь, что смотрят и некоторые дети, ладно, ребят, всем хорошего вечера, значит, каждый вечер 20-30 мы с вами будем обсуждать о событиях, которые происходят в стране, сила правды, я вас обнимаю, пока.